Первое решение – это мы предлагаем альтернативные белки в готовом виде в качестве пищевой добавки. Второе – мы предлагаем альтернативные продукты. И третье – по направлению популяризации вегетарианства, вегана, образ жизни в России, прежде всего, мы создаем сборную России Russian Vegan Team, в которой будут представлены видные, значимые люди в этой сфере, люди, которые занимаются спортом, люди, которые не только веганы, вегетарианцы, но и в целом олицетворяют некие идеалы добродетели. Они живут в принципах экологичности, экологика, присутствуют и в питании, и в отношении к внешнему миру, и к экологии, и к внутреннему. И, безусловно, здесь мы приветствуем всех, кто хочет к нам присоединиться, кто хочет присоединиться в это движение, кто уже занимается спортом, кто веган, вегетарианец, кто на этом пути. Мы всем рады и вас ждем. И хотел бы передать слово Роме Кравцову, который как раз у нас и максимально занимается в этом направлении. Я думаю, он более подробно об этом расскажет. Спасибо. Салют всем. Да, я Роман Кравцов. Я как веган-блогер, как популяризатор веганства, этичного веганства, ну и спорта на растительном питании. Давно сотрудничаю с Сергеем. И, собственно, три с половиной года мы уже вместе несем флаг веганства в России как минимум. Да, даже, наверное, в СНГ. Я расскажу кое-что о нашей команде, которая начинает только свою деятельность Russian Vegan Team. Вы знаете, наверное, немногие из вас в курсе того, что происходит в спортивной индустрии. В фитнес-индустрии принято, что бренды, которые производят разные спортивные добавки, протеин, аминокислоты, креатин и тому подобное, они, как правило, собирают команду амбассадоров, которые, а, продвигают, б, показывают своим образом жизни, что они используют данные продукты. Но, увы, на этом все заканчивается. То есть там лишь речь о маркетинге, то есть о продвижении, продажах. Что будет у нас? Это намного шире. Потому что обычные амбассадоры обычных спортивных брендов – это всего лишь участие в выставках, продвижение в своих соцсетях, может быть, YouTube-ролики, ну и промокоды. Мы же идем дальше. И поэтому, начиная с этого момента, пожалуйста, слушайте внимательно, потому что, если вы активны, если у вас есть какие-то спортивные достижения, если вы знаете таковых, у кого хорошее телосложение, у кого мускулистая, атлетичная, у кого выдающиеся результаты, неважно, в пауэрлифтинге, бодибилдинге, воркауте, марафон, может быть, кто-то бегает, триатлон, кроссфит, ну и так далее. Мы всем вам рады, поэтому добро пожаловать в команду. И что же будем делать мы? Понятное дело, что это будет, во-первых, продвижение нашего продукта, а тем самым будем показывать, так сказать, своими атлетичными телами, что на растительном питании можно иметь мускулистое телосложение, что на растительном питании можно показывать значительные результаты. А, кстати, сделаю вам отсылку, фильм «Переломный момент». Кто из вас видел? Руки. Чего-то как-то маловато. Я все-таки прорекламирую этот фильм «Переломный момент» в соотношении с Джеймсом Камероном, известным режиссером. Он уже веган тоже много лет, и поэтому очень активно пропагандирует заботу об экологии, защиту животных и продвижение растительного питания. Даже в школах они с женой внедряют растительное меню. К этому фильму присоединился в качестве продюсера и выступающего там же в фильме фигурирует Арнольд Шварцнегер. Его представлять, я думаю, не нужно. И со-продюсером выступил даже Джеки Чан. Этот фильм обязательно нужно посмотреть, потому что он открывает очень многое. Не только то, что есть чемпионы мира, чемпионы всевозможных олимпийских видов спорта, как они выглядят, вы можете увидеть, какие результаты у них спортивные. И в том числе, какое здоровье у этих спортсменов, как оно улучшается благодаря растительному питанию. В том числе мужчинам будет полезно, потому что там даже о потенции говорится. И, что для меня крайне важно, это тема экологии поднимается. То есть как животноводство губит, разрушает нашу планету. И опять же, я очень рад, что у нас с Сергеем об этом мысли сходятся, идеи. Также мы это будем в значительной степени продвигать. И вот некий такой контент мы намерены с нашей командой делать. Может быть, вы обратили внимание вот на эту фотографию. В 2017 году, в декабре, я собрал такую команду для того, чтобы… Ну, одним словом, мы сделали фотосессию. Я собрал ведущих веганов-спортсменов, в основном из Москвы. Мы сделали фотосессию. И эти фотографии, я думаю, уже в какой-то степени взорвали, так сказать, интернет. Поэтому это все предвидится. С нашей командой Russian Vegan Team мы будем собирать вегетарианцев, веганов, сыроедов, фрукторианцев. Впереди 18 числа, да? Примерно 18 октября. Те, кто в Москве, в Подмосковье проживает, ну, может быть, кто-то захочет приехать, у нас будет веган-ран, то есть забег с веганами. Это будет полумарафон, да? Такую дистанцию выберем. 5 и 10 километров. То есть для тех, кто захочет осилить маленькую дистанцию, окей. Для тех, кто хочет рвануть на десятку, тем более добро пожаловать. И это будет первое мероприятие нашей команды, что будет, разумеется, освещаться и не только в инете, но и на телевидении, я думаю. Поэтому впереди очень много мероприятий, которые мы будем делать нашей командой, Russian Vegan Team. Это и фотосессии, и ролики, и продвижения. В том числе даже, я думаю, мы… Я думаю, что мы с такими людьми замечательными из киноиндустрии, как Юра Сысоев, договоримся о подобном ролике, видеоролике, о фильме, который показывает, ну, какими могут быть спортивными, спортивные веганы. Да, Юра? Вот, поэтому впереди очень много, очень много мероприятий, очень много идей, которые мы воплощать будем. Так что… Идеи этичного веганства. Вопросы можно? Да, если у кого-то созрели. Да, и Сергея можно на сцену позвать. Вот у меня вопрос, а почему именно выделить, то есть Russian Vegan Team? Ну, вот я, например, веганию бегаю. То есть это как возможность побыть в сообществе? Да, это уникальная возможность побыть в нашем сообществе, уникальным же. Почему уникально? Потому что на самом деле ведущих брендов, ну, которые растительное питание делают, их крайне мало. Из спортивного, ну, то есть из растительного протеина их вообще единицы. Ну, а те, кто затеял что-то, то, что я описываю, таких нет. Поэтому это уникальное сообщество. Поэтому, повторюсь, добро пожаловать из всех видов физической активности. Я думаю, что мы будем рады и йогам, и бегунам, триатлонщикам, кроссфитерам, боксерам, борцам, ну и так далее. Повторюсь, бегунам. Абсолютно всем. Здесь основная задача, сообщество и цель – это именно привлечение внимания через спорт, через такие мероприятия, как Vegan Run, привлечение внимания СМИ. В целом общество к проблемам и экологии, и животноводства, и в целом показать, что в России есть сообщество веган-вегетарианцев. Потому что, в принципе, если говорить про некий эфир, который у нас идет и по телевидению, и где-то в интернете, то, в принципе, не видно, что в России, в принципе, есть веганы-вегетарианцы. То есть, если вот именно, когда мы, когда ты здесь, когда ты вот на Вегмарте, ты видишь, что есть люди, есть много предприятий, много компаний, кто в этом работает. Но со стороны обычного человека, для которого мы хотим донести наши принципы и ценности, причем я считаю, это принципы абсолютно, даже не то, что наши, это принципы абсолютно правильные, человечные. И как это, да, вот, как-то и в Библии, когда Иисус говорит «Прости их, Боже, они не ведут, что творят», а вот 90% населения просто не понимают, ну, это неочевидно. И вот, чтобы донести и привлечь внимание, мы хотим сделать это сообщество Russian Vegan Team и организовывать мероприятия такие, как Vegan Run. Поэтому приглашаем всех желающих присоединяться. Мне кажется, это круто. Да, повторюсь, это будет очень уникальное сообщество. Я знаю в России только лишь одно похожее, называется вегетарианская сила, в Питере находится, но они лишь занимаются пауэрлифтингом, и они не продвигают особо идеи веганства, и тем более там заботы об экологии, защиты животных, ну и так далее. То есть оно такое узконаправленное, это маленькое сообщество. Мы же первое, уникальное, потому, наверное, уникальное, которое будет заниматься массой вопросов. Есть еще кое-что с политикой связанное, но пока не будем озвучивать, да? Но это также будет впереди. То есть, повторюсь, масса интересного впереди будет с нашим сообществом. Я зову только готовых продвигать, действовать, участвовать активно. Я зову не просто всех, а реально спортивных. Повторюсь, неважно, йога, бег. Главное, чтобы у вас был действительно активный образ жизни. Вопросы, может быть, аудитории есть? Кто-то хочет уточнить, спросить? Аудитория, вы можете задать любые вопросы по питанию, спорту и так далее. Я услышал про бег, интересно, по какой местности бег? Про какой, речь про какой бег? Москва? По пересеченному месту или по… Не-не-не-не, это будет парк, московский парк. Мы рассматриваем большие парки, поэтому, ну так, я намекаю, каким может быть парк, ну, выбор парка. Дальше мы, разумеется, в соцсетях наших об этом напишем. А, кстати, в соцсетях я не сказал, куда можно обращаться. Поскольку в основном организаторской идеей, да, организую команду в основном я, то все вопросы, пожелания о своем участии пишите мне, Роман Кравцов, находите меня в любых соцсетях, от Яндекс.Зен до Ютуба, всем отвечу. Еще вопрос. Если зовете всех спортсменов разных видов спорта, веганов, значит, скорее всего, как я понимаю, у вас программа похожа на кроссфит, да, чтобы каждый свое нашел в этих мероприятиях или неправильно помню? Я не все услышал. Повтори поле чуть-чуть. То есть вы зовете всех спортсменов незамисимо от вида спорта? Да, это так. Значит, у вас, скорее всего, что-то похожее на кроссфит, где каждый найдет свое. Или, может, это хорошая идея все-таки? Кроссфит для веганов. Повторюсь, вообще не важно, какой вид спорта. Вообще не важно. Но я имею в виду, если у вас бег, а придет веган-тяжелоатлет, он вряд ли длинную дистанцию пробежит, потому что у него ноги не очень-то воносные будут. К счастью, у меня есть хорошая иллюстрация на эту тему. Буквально два дня назад, наверное, я увидел, как одно из беговых сообществ показало… А, не беговое. Это сообщество называется «Самбо 87». И они показали, как, не знаю уж каким боком, но одна из чемпионок наших россиянок по сумо, ты можешь догадаться, какого телосложения она, да, так вот, она пробежала десятку, она пробежала этот марафон. Десятка? Слушай, раз в четыре часа, значит, марафон, не десятка. Ну да, это минимум 21. Это было в рамках московского международного марафона. Поэтому как любви все возрасты покорны, так и бегу, я думаю, тоже все возрасты и спортсмены покорны, если переиначить. И плюс это не соревнования, то есть бег здесь мы не будем, прям кто там первый или как бы мы тут героистов не будем, здесь важно именно участие. Поэтому я думаю, даже если это тяжелый атлет, в спокойном режиме можно и пять пробежать, и десять. Во-первых, спасибо большое за интересную, важную и полезную информацию. Очень здорово все. Я здесь случайно, честно говоря. И вот вы приглашаете спортсменов. Один из самых главных аргументов как раз спортсменов, мясоедов, которые против вегетарианства или относятся к нему нейтрально, то, что не может растительный белок заменить, точнее животный белок не может заменить растительный. И они приводят какие-то там свои аргументы. Хотелось бы от вас услышать, что сейчас можно по этому поводу сказать. Мне самому это очень интересно, потому что я не в курсе, я не слежу за последними информациями. Но вот что-то вроде посмотрите на этих людей, вот они какие красивые, не канают. Можно что-нибудь более конкретное, научное может быть, не знаю. Спасибо. Ну, наверное, в том числе и для таких людей мы и создаем это сообщество веган-ращен-тим, в котором обычные мясоеды увидят, что и на растительном питании можно питаться, можно заниматься, можно наращивать мышечную массу. И большое количество спортсменов сейчас. И сейчас целая такая тенденция идет, особенно на Западе, что многие и олимпийские чемпионы переходят на веган-питание. И есть и анализы лабораторные по аминно-составу. Все это надо смотреть, можно балансировать разные белки. Но это тема глубокая, большая. Я думаю, как раз в следующий век марта можно будет посвятить целый доклад. И вот на эту тему еще нормально. Мой ответ будет и коротким, и, может быть, не настолько коротким, как хотелось бы. Потому что я часто слышу от врачей, вижу, слышу. Буквально сегодня YouTube мне подкинул выступление диетолога на радио «Маяк» годовой давности, где такой маразм с позиции нутрициологии прозвучал, и с позиции моей веганской жизни, потому что я уже с 2011 почти 10 лет без мяса. То есть понимаю, что у меня уже опыт сложился. С позиции нутрициологии все очень просто. Для роста любой ткани, для роста развития организма, развития тканей, не только мышц, нужны аминокислоты. Аминокислоты находятся абсолютно во всех любых растительных продуктах. Не только в животных, мясо, рыба, морепродукты, молочка, но и в любом растении. Неважно, петрушка, яблоко, тыква, семечки, орехи. Вообще неважно. Другое дело состав аминокислот. Их огромное количество. Ученые выделили, что для нашего организма нужно 22-23 аминокислоты. 8 из них являются незаменимыми. И вот на это они бьют, что из-за того, что якобы незаменимых нет в растительной пище, вот якобы из-за этого неполноценный белок растительный. Ерунда. Мой пример многих других показывает, что если бы это было неполноценное питание, то мы бы распадались, мы бы болели. Но если посмотреть на больницы, поликлиники, аптеки, там люди на мясном питании. Ни веганы, ни сыроеды. Дальше. Эти аминокислоты организм сам использует для того, чтобы сложить полноценный белок. И неважно, повторюсь, мышцы это будут кожа, ногти, волосы, эпителий нашей слезистой оболочки желудка. Вообще неважно. Для любых тканей нужны аминокислоты. И в растительной пище они, так сказать, в разобранном виде. Поэтому наш организм, не напрягаясь, просто берет и формирует из них нужную ткань. Что с животными продуктами? Они там уже упакованы в готовый белок. Что в этом случае для организма, ну, что для него это значит? Он вынужден разложить на эти аминокислоты в пищеварительном тракте, а потом заново сформировать эту ткань. То есть, понимаешь, двойная работа. А если учесть, что ценность такого продукта, биоценность такого продукта понижается из-за плохого усвоения, ну, потому что мясо, оно в основном даже гниет, а не перерабатывается. Молочка точно так же, козеин влияет, это вторая часть молочного белка, влияет на организм, создает, ну, негативно влияет, создает онкологию. То есть, окисляя организм, создавая болезни, биоценность животного белка понижается в разы по сравнению с растительным. Легкость, доступность, биодоступность растительного белка в разы выше. Чтобы быть уверенным, что ты получаешь все аминокислоты, просто питайся разнообразно. Если ты веган-сыроед, то ты однозначно получишь из всего разнообразия 11 категорий продуктов. Загибай пальцы. Фрукты, ягоды, овощи, зелень, корнеплоды, водоросли, грибы, семена, орехи, бобовые, крупы. Из всего этого легко можно получить нужный аминокислотный профиль. Пусть даже где-то будут аминокислоты в недостаточном количестве находиться, определенные аминокислоты. Потому что где-то лизина, где-то лейцина не хватает, где-то его больше. Сформировал разнообразное питание. Все, ты про аминокислоты можешь абсолютно забыть. Ну и главное себя не утруждать продолжительными, частыми голодовками. Хотя тема голодания это отдельная. И там, я думаю, что возможно иметь мышечную массу и тем более здоровье. Но к этому нужно очень грамотно подойти. Вот в чем особенность голодания. Многие хотят быть здоровыми, как бык. Но не все помнят, что бык не ест мясо. Кстати, в плане протеинов, если интересно попробовать, бесплатно у нас есть дегустация. Green Protein, стенд, вот сразу здесь подходите, пробуйте. Я бы мог рассказать очень многое, но нам пора завершать. Поэтому, если у вас закончились вопросы, напоминаю, если что, мы есть в соцсетях. Я, компания Green Proteins. Ну и в скором будущем наша команда Russian Vegan Team также появится в соцсетях. Так что, как говорится, следите за публикациями. Живите осознанно. Будьте счастливы и гоу веган! И свободны. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ